Привет всем! Меня зовут Уильям Амзелек. Добро пожаловать в 13 эпизод Janess Longevity TV. Что такое видацел? Видацел полностью произведен из риса. Рис и ничего более. Но это необычный рис. Рис. В основном его используют как источник энергии, но еще он содержит несколько сотен функциональных ингредиентов. Единственная проблема состоит в том, как определить эти функциональные ингредиенты и как научно подтвердить их пользу для здоровья. Итак, в чем же состоит секрет этого очень необычного риса? Первым шагом был выбор лучшей в мире рисовой плантации. Сиамской долины в Таиланде, крупнейшей природной органической плантации на Земле. Высокосчелочные почвы в Сиамской долине богаты спирулиной. Это полезная морская водоросль, которая обеспечивает чистоту органического риса. Следующим шагом был выбор нужного сорта риса. Следует иметь в виду, что в мире выращивают более трех тысяч сортов риса. Из этих трех тысяч для видацелл были тщательно отобраны только три особых сорта. Итак, что же мы сделали с этими особыми сортами? Мы скрестили их с помощью перекрестного опыления, и секрет состоит в том, что это было сделано без использования генетических технологий, без модификации сортов. Следующим шагом был выбор одного единственного функционального ингредиента среди сотен других. Этот ингредиент — гликопротеин, комбинация сахара и белка. Мы извлекли гликопротеины из семян риса. Потребовалось 100 килограммов отобранных сортов риса, чтобы получить 1 килограмм гликопротеинов. Гликопротеины ответственны за широкий диапазон физических функций, включая транспортировку молекул, производство ферментов, участие в распознавании последовательностей и производстве гормонов. Затем мы тщательно измельчили экстракт, чтобы повысить его проникновение в клетки. Это было сделано с помощью особого оборудования, созданного при помощи Министерства науки и технологий Таиланда. Теперь у нас есть экстракт гликопротеина в виде порошка. Что же с ним делать? Гликопротеин риса оказывает тройную пользу для химии и функционирования тела человека. Во-первых, он усиливает выработку энергии в митохондриях. Во-вторых, он резко улучшает межклеточную коммуникацию. И в-третьих, он необходим для детоксикации организма. Давайте поговорим об энергии. Когда мы обладаем достаточным уровнем клеточной энергии, мы находимся в оптимальном здоровье. Наше тело в состоянии устранять симптомы и восстанавливать свой метаболический баланс. И здоровье, и старение заключены в наших клетках, и управляет этим энергия. Энергия поступает из электростанций в наших клетках, называемых митохондрией. Мы обладаем более чем двумя с половиной тысячами митохондрий в каждой клетке. Чтобы понять, как митохондрия производит энергию, давайте начнем с самого начала. С еды, которую мы едим. Когда мы едим или пьем, пища переваривается и расщепляется на нутриенты, среди которых белки, углеводы, жиры, витамины, минералы и микроэлементы. Этим питательным веществам только один раз разрешено пересечь кишечный барьер. Они впитываются, попадают в кровоток и направляются к своей конечной цели — клетке. Внутри клетки они направляются в митохондрии, которые являются генераторами энергии клеток. Это то место, где нутриенты преобразовываются в энергию. Каждый нутриент имеет свой уровень производства энергии. К примеру, жир способен произвести больше энергии, чем углеводы. 9 калорий на 1 грамм вместо 4 от углеводов. Между тем, в митохондриях мы используем другой способ измерения энергии, который называется АТФ. Производство АТФ из нашей пищи имеет важное значение для жизни. Видацелл способствует метаболическим реакциям, которые приводят к выделению энергии в формате АТФ. Но видацелл не только способствует производству энергии. Видацелл помогает сохранить митохондрии молодыми и свежими. Как это происходит? Вы должны кое-что знать. Мало кому известно, что у нас есть две ДНК. Одна в нашем ядре, которая содержит большинство наших генов, около 25 тысяч генов. И вторая ДНК в каждой митохондрии, которая содержит только 27 генов, передающихся только от матери. Не спрашивайте меня, почему. В наших клетках более 2500 митохондрий, за исключением красных кровяных телец. Но поскольку тело человека стареет, то количество функционирующих митохондрий уменьшается. Это означает, что у пожилых людей вырабатывается меньше энергии, чем у молодых. Всякий раз при производстве энергии мы также производим свободные радикалы. И эти свободные радикалы могут повредить ДНК митохондрий. Эта ДНК чрезвычайно чувствительна к окислению и свободным радикалам. Гораздо больше, чем ДНК клеточного ядра. Если у нас не будет возможности моментального восстановления, повреждения станут существенными, и выделение энергии резко сократится. Видацел обеспечивает восстановление ДНК при помощи белковой части гликопротеина. Теперь мы знаем, что видацел с экстрактом гликопротеина из лучших в мире сортов риса будет производить больше энергии, помогая нутриентам трансформироваться в АТФ в наших двух с половиной тысячах митохондрий. Мы также знаем, что видацел защищает ДНК митохондрий. А что насчет клеточной коммуникации? Вы знаете, клетки коммуницируют, посылая и принимая сигналы. Сигналы могут исходить из окружающей среды или могут поступать от других клеток. Для того, чтобы вызвать ответ, эти сигналы должны передаваться через клеточную мембрану. Сигнал работает при взаимодействии с рецепторными белками, которые находятся вне клетки. В этом случае на сигнал будут реагировать только те клетки, которые имеют соответствующие рецепторы на их поверхности. Белковая составляющая видацел играет важную роль в межклеточной коммуникации. Клетки общаются друг с другом. Клетки общаются с мозгом и иммунной системой. Коммуникационный центр находится в клеточной мембране. И основной алфавит клеточных сигналов основан на гликопротеинах и гликолепидах. И если существует нехватка гликопептидов или гликопротеинов, то коммуникация может быть нарушена, и это приведет к путанице или симптомам болезни. В этом состоит основная польза для здоровья. Производитель энергии, руководитель коммуникации, что еще может видацел? Видацел участвуют в процессе нашей детоксикации. Детоксикация является сложным, но жизненно важным процессом, в котором участвуют гликопротеины. Но детоксикация – это процесс, который должен начинаться до процесса выведения токсинов. И самый важный орган для детоксикации – безусловно, печень. Печень – это наш центр очистки. Все токсины в первую очередь направляются в печень, где они преобразуются в водорастворимые отходы. Для выполнения этих задач печень нуждается в витаминах, антиоксидантах и одной очень важной молекуле под названием глутатион. Глутатион является главным антиоксидантом, который производится в печени. Он является защитником клетки и играет важную антиоксидантную роль, особенно для обеих ДНК – ДНК ядра и ДНК митохондрий. Глутатион, будущий трипептидом, что означает «три белка», будет нуждаться в помощи белковой части видацел, которая будет стимулировать внутреннее производство глутатиона. Теперь вы понимаете, как работает видацел. Но с точки зрения непосредственных преимуществ для здоровья, чего мы ожидаем от видацел? Несомненно, первым преимуществом станет более высокая эффективность упражнений, которая включает в себя не только повседневные тренировки, но и спортивные достижения. Спортсмены могут смело использовать видацел, так как он содержит только экстракт риса, который не является допингом. Благодаря активизации выработки энергии видацел улучшит работу мозга, и это включает в себя улучшение памяти, внимания и концентрации. Видацел оказывает организму противовоспалительную поддержку. Видацел содержит антиоксиданты, а также повышает способность организма к производству своих собственных антиоксидантов. Видацел поддерживает здоровый уровень холестерина. Исследования показали стабильный здоровый уровень холестерина уже после трех месяцев приема видацел. Увеличивая уровень физической и ментальной энергии, видацел способствует лучшему долголетию и лучшей защите от болезней старости. И в заключении, как его использовать? Очень просто и очень удобно. Смешайте его со 150-200 граммами жидкости. В теплой жидкости продукт растворяется лучше. Или просто посыпьте им еду. Видацел можно использовать в любое время дня или ночи. Однако многие люди считают, что они ощущают улучшение пищеварения, когда принимают видацел за 15 минут до еды. Вы можете использовать от одного до трех пакетиков в день. И нет никаких побочных эффектов. Даже ваше любимое животное могут его использовать. Не забывайте, это всего лишь рис. Видацел — это великий продукт, произведенный из очень скромной пищи — риса. Меня зовут Уильям Мзелак. Увидимся в следующем эпизоде. Бай-бай. Джанас. Мы. Мы. Это именно Редфинизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...